добрый вечер друзья как я и обещал сейчас 18.00 по москве выхожу в прямой эфир для того чтобы отвечать на ваши вопросы которые вы присылали довольно активно конечно я ожидал что будет чуть чуть больше вопросов и что они будут на более различные темы но даже это количество вопросов уже позволяет нам пообщаться эффективно давайте прежде всего определим хорошо ли меня слышно если если да то напишите пожалуйста какой-нибудь смайлик или сделайте вот так если меня хорошо слышно максим пастер прекрасно привет макс видимо меня хорошо слышно тебе тоже так отлично значит слышно хорошо прекрасно продолжаем я просто не очень уверен в скорости здешнего интернета но надеюсь что все будет здорово прекрасно нас уже есть 10 человек определенно нажимая кнопочки чтобы вам помахать его приветствовать поприветствовать вас хочу сразу сказать что в прямой эфир вот так чтобы в обе стороны и тамара куделищ присоединилась привет тома чтобы в обе стороны общаться с вами выхожу впервые поэтому если что-то вдруг я забываю или что-то я нажимаю какие-то другие кнопки уж пожалуйста не не серчайте значит нужно будет либо присоединиться еще раз я тут же выйду в эфир если что-то прервется либо но мы сделаем что-то еще так на данный момент у нас уже 14 человек и это здорово здравствуйте дмитрий жариков здравствуйте нам присоединился быков замечательно прежде всего хочу сказать что идея с прямым эфиром она очень скажем так злободневная она очень актуальная поэтому я решил все-таки это сделать потому что очень много людей задают вопросы в личные сообщения пишут комментарии в комментариях под постом о том как правило эти комментарии вопросы никак не связаны с непосредственно темами моих постов поэтому нужно было создать определенный прямой эфир нужно было создать такой пост где будет комментарий именно для того чтобы мы выбрали прежде всего какие темы вас интересуют потому что меня многие знают по скажем так баянной сфере я знаю что очень много моих подписчиков баянисты если есть сейчас господа баянисты которые смотрят это прямой эфир вы тоже можете как-то обозначиться я по крайней мере буду знать что вас эта тема тоже интересует некоторые люди знают и прекрасно помнят меня по скрипичным скрипичным направлением это тоже актуально я также продолжаю играть на скрипке как вы заметили просто в последнее время стало чуть больше чуть более заметно нас дудкин присоединился здравствуйте здравствуйте татьяна ковыч в последнее время стало чуть более заметным моя деятельность дирижерская да и аккордеонисты тоже конечно и баян шоу присоединилась здравствуйте прекрасно очень рад так вот в последнее время стало чуть больше заметная моя дирижерская деятельность поэтому почему-то то что я делаю на баяне на карте на на бандонеоне на скрипке она уходит это как-то на второй план по заметности но хочу вас уверить это совершенно не значит что я прекратил играть на баяне что я прекратил играть на скрипке что я прекратил играть на бандонеоне конечно же это неправда потому что все то же самое все продолжается просто его вездесущее и самое важное наверное качество как телевидение она освещает как правило именно именно дирижерскую деятельность поэтому все кто так или иначе связаны с телевидением или так или иначе иногда бывает что включая телевизор они они замечают как раз именно эту мою деятельность более чем чем что-то иное хотя должен вам сказать что например та деятельность которая связана с баяном а именно в частности мой проект эмоушен оркестра там где играет замечательный скрипач сергей поспелов прекрасный гитарист алексей корбанов и не менее замечательный контрабасист алек трусов совсем недавно по результатам и по итогам 2018 года наш альбом вивальди времена танго который многим из вас наверняка уже известен этот альбом вышел на шестое место по количеству скачиваний в интернете через айтюнс дизер спортифай амазон и так далее среди всех прошу внимание среди всех выпущенных когда-либо за всю историю существования лейбла мелодия дисков то есть диск который совсем совсем свежий он вышел буквально в прошлом году он вышел сразу наш наш диск он сразу вышел на 6 место по скачиваемости по всех по всем позициям это действительно очень серьезное завоевание я считаю что это спасибо том я считаю что это действительно очень здорово потому что потому что это называется на злобу дня потому что это называется актуально потому что значит что я этой идеи и записью этого альбома поймал какую-то наверное волну волну которая сейчас интересно людям. Читаю вопрос, будет ли запись картинок с выставки. Запись картинок с выставки будет, но мы будем ее осуществлять только в следующем сезоне, потому что чистить с выходом альбомов каждый год мне бы не хотелось. Нужно дать возможность еще послушать и дослушать, и наслушаться публике этот альбом, и мы будем записывать картинки с выставки. Я думаю, что после записи мы не будем долго затягивать именно с выходом самого альбома, потому что уже технология наработана, и будем выпускать сразу. Прекрасно, к нам присоединяется много людей, спасибо, нас уже 20 человек, спасибо за ваше внимание. Так вот, возвращаясь к деятельности дирижерской, возвращаясь к деятельности инструментальной, в последнее время действительно довольно заметна моя деятельность дирижерской, в частности по телепроекту «Синяя птица». Мы совсем недавно вышли в эфир с финальной программой, которая тоже была с очень хорошими цифрами, и показатели этой программы были очень хорошие. Нельзя называть, конечно, названия конкурентных передач и конкурентных телеканалов, но тем не менее, ВГТРК и Россия один, мы сделали хорошую работу. Так что смотрите «Синюю птицу». Кстати, все активные менеджеры, которые занимаются продвижением этой передачи и привлечением интереса к этой передаче в социальных сетях, я, честно говоря, думал, что они будут как-то отдыхать и будут расслабляться после выхода финальной передачи, после выхода финальной программы, и в принципе сезон уже закончен. Но вижу в социальных сетях, нет-нет, так они постоянно постят какие-то видео и какие-то новости о наших ребятах, которые в «Синей птице» завоевывают награды и также информируют о их успехах. И это очень здорово, потому что, как говорит Даша Золотопольская, собственно, наша ведущая, что «Синяя птица» помогает взлететь, и на самом деле это правда. Так, вводный, некое вводное у нас уже есть. Вижу, многие присоединяются. Спасибо большое еще раз за ваше внимание. Давайте перейдем к вопросам. Вопросы, которые были под моим постом. Пост, если вы видели такой, где я расписываюсь на диске. Фотография тоже имеет значение, потому что действительно по результатам вот этого прямого эфира, во-первых, все будет зависеть от вашей активности, от вашего интереса к таким прямым эфирам, потому что если это будет интересно, если это будет здорово, то я буду выходить в эфиры чаще, соответственно, мы с вами будем общаться больше, теснее, точнее, вы можете задавать вопросы, и, ну, собственно, я буду с этим продолжать тогда. Кстати, пишите, если это вам действительно интересно, может быть что-то иное, чего мы не успеем затронуть в рамках этого прямого эфира сегодня. Кстати, я предполагаю, что мы где-то с вами пообщаемся полчасика, думаю, что до 18.30-35, где-то так. Эфир не будет долгим, не будет длинным, но мы постараемся затронуть все вопросы. Так вот, что касается поста, где я расписываюсь на диске, действительно, по результатам сегодняшнего прямого эфира, те из вас, кто будет максимально активен и задавать вопросы, я подарю вам приглашение на спектакль, который буду дирижировать я в новой опере. 7 февраля буду дирижировать Кармина Бурана, Карла Орфа. Обычно у нас в театре это идет с балетом, этот спектакль, но мне повезло, потому что именно 7 февраля было принято решение, чтобы данный спектакль прошел без балета, то есть мы будем на сцене исключительно сами, не будем завязываться с балетом, соответственно, музыка не будет страдать, и для меня это будет очень удобно, здорово и всячески интересно. Поэтому вот на такой спектакль я подарю вам приглашение на два лица. Честно говоря, не вижу из всех вас, кто сейчас в прямом эфире, что вы как-то отреагировали на это и что это круто. Мне кажется, что это все-таки неплохо. О, читаю. Спасибо за рубрику «Музыкальный юмор по понедельникам». Ну что ж, спасибо большое, приятно, что вы это заметили. Действительно, рубрика мне такая очень сама, самому нравится и сама рубрика классная, потому что юмор музыкальный, он хоть и очень сильно специфический, конечно, для тех людей, кто не особо связан с музыкой. Иногда бывает, что и не очень-то понимает, в чем там штука. Но музыкальный юмор, это, по-моему, классно. Спасибо, что вы отметили. Также будем продолжать. Будем продолжать по понедельникам. Кстати, те из вас, кто видели пост вчера о Сиднейской опере, это тоже интересная инициатива. Я решил, что раз в неделю также сделаю рубрику, в которой будет описываться, то есть каждый пост будет посвящен одному из важных оперных театров мира. Либо оперному театру, либо важному концертному залу. И такая рубрика, на мой взгляд, во-первых, мне самому страшно интересна, потому что в последнее время, в последние, ну, может быть, 15, 10-15 лет действительно оперные театры строятся и строятся красиво и здорово, потому что на Ближнем Востоке появилось большое количество денег и интереса к классической музыке. Соответственно, здесь люди любят, ну, там, на Дальнем Востоке, они любят строить красиво, качественно и технически очень интересно. Плюс, конечно же, в Китае сейчас очень интересные оперные театры и концертные залы строятся. Многим из вас известна информация о том, что они где-то есть, но вот найти эту информацию, как правило, бывает довольно сложно. Информацию я нахожу не только в русскоязычных изданиях, как правило, в англоязычных, поэтому текст максимально, ну, скажем, наверное, объективен и он вычищен от ошибок перевода или особенностей. Знаете, когда бывает при первом переводе на русский язык закрадывается какая-то ошибка, а потом она просто дублируется дальше многими редакторами, просто потому что лень перепроверять. Так вот, такую рубрику об оперных театрах и концертных залах мы тоже заведем. Я думаю, что, ну, даже после сегодняшнего эфира, если увижу, что там будет еще больше лайков и каких-то ваших комментариев, пусть они будут там, не знаю, с чем угодно, с каким угодно индексом, но тогда будем продолжать, потому что мне самому это интересно, надеюсь, что и вам интересно. И та информация, которая будет размещена в постах, это информация, с одной стороны, сухая, потому что я всегда стараюсь учитывать, кто архитект, в каком году построено, абсолютно такая схематичная информация о количестве посадочных мест в зале, а с другой стороны иногда бывает, что с каким-то концертным залом или оперным театром связаны интересные истории и интересные факты, о которых мало кто знает. Поэтому, если вы будете добавлять это в закладки, это будет здорово и, ну, на самом деле, вам тоже будет очень удобно. В ближайшее время сделаю пост о потрясающем оперном театре в Дубай, колоссальный оперный театр в Дубай, как с технической точки зрения, так и с архитектурной. Ну и сделаем, сделаем пост еще об одном театре, как я уже сказал, в Китае. Так, читаю комментарии. А вот про театр особенно круто. Да, согласен, про театр действительно очень круто. Ильнас Дудкин пишет, спасибо за просвещение, спасибо вам, что вы читаете и этим интересуетесь, благодарю. Очень познавательно было про концертную одежду для дирижеров. Спасибо большое. Да, действительно был такой пост, где я писал о том, какие есть особенности в концертной одежде у скрипачей. В другом посте была информация о том, как желательно или как я рекомендую одеваться баянистом-аккордеонистом. И был пост про одежду дирижеров. Да, любопытно, но хочу вам сказать, что совсем скоро, но нет, это, наверное, еще не совсем скоро, в апреле на канале «Россия» выйдет один замечательный концерт, который произошел, ой, который случился в Кремлевском дворце 9 октября, концерт с одним из знаменитых популярных артистов. Так вот, для тех из вас, кто будет очень-очень внимательно смотреть, на меня, как я там одет, никогда в жизни не догадается, какого у меня там покроя рубашка, потому что, ну, наверное, уже после апреля я расскажу, в чем там особенность. Это тоже, кстати, интересный момент в плане одежды дирижеров. Сейчас просто намекну пока что, просто намекну. Представьте себе дирижера, который стоит всегда с поднятыми руками, ну, практически у нас рабочее положение, это всегда поднятые руки. И представьте себе теперь рубашку и манжеты дирижера, которые постоянно находятся в состоянии таком вот приподнятом, то есть они постоянно задираются. Как с этим бороться, знают немногие, но интересно будет, я думаю, если вы прочитаете и посмотрите на то, что я говорю. Так, идем дальше. Круглов Николай. Класс. Спасибо. Олив Арт. Можно ли мечтать о вашем выступлении с пьетцолой квинтетом? Ну, мечтать-то, конечно, можно, естественно. Почему бы не помечтать? А что конкретно вы имеете в виду? Выступление с пьетцолой квинтетом. Когда, где, какая программа, что именно? Ведь пьетцолой квинтет, ну, для тех, кто не знает, это замечательный коллектив, который был организован Михаилом Сергеевичем Хохловым, директором школы Гнесиных. И действительно прекрасный, прекрасный коллектив. Он просуществовал довольно долго, но с очень эксклюзивными концертами. Мы не играли часто, мы играли, ну, если не на гастролях, там, где-то в Испании, в Европе, то мы играли в Москве, ну, может быть, два раза в сезон. Но коллектив пьетцола квинтета был поистине звездным. Андрей Дойников на вибрафоне, Марио Дюрант, теперь он называется Марио Али Дюрант Сутуев. Но от этого Марио никак не поменялся. Он также играл на скрипке и даже пел в этом коллективе. Замечательный Михаил Хохлов, Михаил Васильевич Хохлов, Михаил Младший на контрабасе. И Михаил Сергеевич Хохлов, заслуженный артист России и директор школы Гнесиных на рояле. Замечательный, да, вроде бы никого не забыл. Ну, и я на баяне, конечно, на баяне и иногда на бандынеоне. Регина Штейнман задает вопрос, как юбка солнца, крой? Не знаю, Регин, я, честно говоря, не слышал никогда, чтобы ты дирижировала и никогда не слышал, чтобы ты играла на баяне. Поэтому вопрос, считаю, наверное, не совсем уместным. Хотя юбка солнца замечательная, хороший крой, имеет место быть. Почему бы и нет? Так, надеюсь, что я ответил на вопрос олив-арт, о том, что мы сделаем с пиццолоквинтетом, если мы сделаем. Если это все-таки произойдет, обещаю, что это будет именно в Москве. Так, прекрасно, нас 22 человека, спасибо. Спасибо. Возвращаясь к вашим вопросам. Значит, вопросы были разные, но в основном... Ну, вопросы из разряда, как сохранять... Какой-то был такой очень странный вопрос. Как не останавливаться в развитии и сохранять энергию к дальнейшим занятиям? Ну, я считаю, что, наверное, не стоит отвечать на этот вопрос. Ну, как не останавливаться в развитии? Не останавливаться в развитии. Все. Здесь никаких вопросов и ответов, ну, каких-то супертехнологий на этот счет нет. В основном вопросы были о волнении. Как преодолеть волнение? Как преодолеть волнение? Был даже один специфический вопрос именно от дирижера. Как преодолеть волнение дирижеру, потому что всегда на сцене дрожат руки, и ничего с этим поделать невозможно. Ну, как вам сказать честно? Значит, вопрос волнения, он всегда индивидуален. Я знаю несколько способов, наверное, это нельзя назвать технологией борьбы с волнением, но способов. И несколько очень комичных таких способов волнения и борьбы с волнением. Существует один из вариантов, что, дескать, вместе с тобой учат наизусть произведения или ту или иную программу, какие-то предметы. Я знал одного французского аккордеониста, ну, там они все аккордеонисты, то есть фактически он играл, конечно, на баяне, но называется это аккордеоном, который выставлял вокруг себя несколько предметов, которые якобы учили наизусть вместе с ним программу. Это было, конечно, жутко смешно, потому что потом, когда он выходил на сцену, он эти предметы на сцене расставлял. Конечно, долго играть наизусть у него не получалось, даже с помощью этих самых предметов. Но я считаю, что это скорее такая пилюля-пустышка, скорее даже больше это проблема этого человека, нежели решение этой проблемы. Это ерунда, конечно, потому что предметы не могут учить вместе с тобой наизусть какое-то произведение. Это, я вижу, или нас, вы пишите, очень интересный метод. Ну, метод не знаю насчет интересного, он мне кажется такой, ну, глупый немножечко метод. Скорее здесь момент вот какой. Тогда, когда вы считаете, что вас что-то успокаивает в процессе выучивания наизусть, ну, окей, хорошо, пусть это вам помогает. Но это не должно быть что-то в виде каких-то массивных предметов, которые расставляются, естественно. Пусть это будет какой-то, не знаю, амулет, пусть это будет какая-то там штучка, которая лежит у вас в кармане. Она, грубо говоря, греет вашу душу, ну и хорошо, вам там комфортнее с ней, ну и замечательно, играйте наизусть. Штука в другом, что играть наизусть это просто один из тех шагов на пути к реализации и к исполнению произведения. Поэтому зацикливаться исключительно на том, что вот я играю наизусть, какой я молодец, какой я классный, но дальше не раскрывая интерпретацию произведения и не понимая его смысл, то есть ради чего вы играете наизусть. Ну, не просто ради того, чтобы играть без нот, правда же, а для того, чтобы раскрыть идею композитора, для того, чтобы какой-то образ создать. Вот о чем нужно задумываться, потому что игра, ну, действительно, получается, что игра наизусть это всего лишь один из шагов на пути к вашей цели. Существует, конечно же, способ выучивания наизусть по фразам. Безусловно, так легко. Вопрос, может, он использовал мнемотехнику? Не знаю, не знаю, вы можете с ним связаться. Я потом напишу, как его зовут. Это, ну, собственно, на ваше усмотрение. Возвращаясь к другим способам выучивания наизусть, значит, можно учить по фразам. По фразам учить довольно легко, потому что, как правило, в романтической, в классической, романтической, позднеромантической музыке, так или иначе, фразы составляют восьми такт, восьми такт, шестнадцати такт и так далее. То есть по музыке это действительно учить легче. Но тогда, когда вы выучиваете ту или иную фразу, первую, вторую, третью, вы выучиваете отдельно их, то здесь вы, можно сказать, сами себе расставляете, расставляете себе капканчик. Потому что очень легко попасться как раз на том, что, помня фразы, вы можете забыть их связки. Вот что. А как правило, в романтической, позднеромантической музыке именно вот в этих самых связках, то есть в конце фраз и в начале следующих фраз, происходит самое интересное. Либо модуляции, либо, ну, какие-то отклонения и так далее. И, как правило, с этим довольно сложно бывает. Поэтому, ну, этот способ тоже имеет место быть, он интересен, это можно использовать. Но тогда лучше сразу учить фразу вместе с этим самым переходом до какой-то более-менее устаканившейся тональности, если она, в принципе, устанавливается. Спасибо за уточнение, что мнемотехника – это метод запоминания чего-либо с помощью предметов. Замечательно, я не знал, но теперь, видите, буду знать. Спасибо вам большое. Синявский, 85. Вопрос. А что вы можете сказать о переходе обучения с аккордеона на баян? А что вы хотите услышать об этом? О переходе обучения с аккордеона на баян? Надо ли это или не надо? Это каждый решает сам для себя. Ну, напишите подробнее, что вы имеете в виду. Ильнас Дудкин задает вопрос. А вы можете рекомендовать какую-нибудь литературу по сценическому волнению? Ильнас, задаю сразу вам встречный вопрос. А есть такая литература по сценическому волнению? Я, честно говоря, такой вот не встречал. Может быть, я не особо этим интересовался, потому что у меня нет таких проблем. Но такую литературу я не видел. По поводу борьбы с волнением, здесь вот еще какой момент. Борьба с волнением. Для меня борьба с волнением тогда, когда она была в каком-то там возрасте до 15-16 лет, она действительно была, я очень сильно волновался. Я успокаивал себя только тем, что я обыгрывался перед какими-то серьезными концертами, потому что чудес не бывает. Я не склонен считать, что вопрос волнения, он вдруг ни с тобой ни с сего возьмет, да и пройдет. Или вот вы выходите на сцену, и вот сейчас нет волнения. Вдруг. Вдруг ничего не бывает. Обмануть себя невозможно. Если в случае вы чуть-чуть что-то недоучили, чуть-чуть в чем-то не совсем уверены, не уверены в себе, не уверены в тексте, не уверены в том, что вы отсидели достаточное количество часов для вас, именно достаточное количество часов с инструментом, то, в принципе, все это небольшое недоверие к себе самому или недоучивание, оно очень хорошо вылезает, ну, хорошо в кавычках, конечно, вылезает на сцене. Поэтому, еще раз повторюсь, чудес не бывает, нужно просто очень хорошо знать то или иное произведение и, конечно же, обыгрываться. Вот по поводу обыгрывания здесь уже, конечно, есть определенные методы. Как правило, чаще всего перед каким-то ответственным концертом, когда вы понимаете, что у вас там 500 мест в зале будет и это будет sold out, вам, конечно же, нужно обыграться хотя бы три раза. Ну, вот это мой метод. Я обыгрывался три раза. Как правило, ну, естественно, первыми людьми, перед которыми я обыгрывался, это были члены моей семьи. Потом можно идти по нарастающей. Двадцать человек в зале, это могут быть какие-нибудь студенты, профессоры. Если я обыгрывался на баяне, то я играл перед студентами Вячеслава Анатольевича Семенова. Потом это может быть какая-нибудь, не знаю, музыкальная школа с детьми, которые галдят, кричат. Это не важно, но важно количество. И здесь вопрос ключевой, вы именно обыгрываетесь, то есть вы не смотрите на реакцию публики в тот или иной момент, а задача таких концертов обыгрывочных именно проверить себя. То есть здесь повышенный контроль к собственным ощущениям, ощущениям физиологическим, ощущениям психологическим, для того, чтобы проверить, как вы реагируете именно в этом еще свежем произведении на то, чтобы, то есть на исполнение. У вас пока еще нет опыта исполнения конкретного произведения, и вы проверяете свои ощущения. Вот и все. Потом делать работу над ошибками, над собственными ошибками. И с помощью зрительной памяти, так или иначе, когда вы проигрываете, вы все равно визуализируете ноты, по которым вы это все выучивали. И играя, старайтесь просто делать свои пометки, психологически я имею в виду такие, водным карандашиком на нотах, где вам некомфортно, где есть какие-то, ну там зацепили какие-то, не знаю, нотки. Соответственно, дома после такого обыгрывочного концерта это нужно перепроверить. Перепроверить и проиграть. Почему нужны три концерта обыгрывочных? Потому что, как я уже сказал, увеличивается аудитория, соответственно, там 5, 20, 50, 100. Ну это может быть в разных соотношениях. А потом вы как раз именно на втором концерте, например, проверяете те самые моменты, где вы допустили какую-либо ошибку или оплошность. Насколько, то есть вы делаете работу над ошибками, что-либо меняете. Либо меняете темп, либо меняете движение, меняете там, если это вы играете на баяне, вы меняете мех, допустим, в каком-то ином месте. Если это на скрипке что-то не получается, вы меняете штрихи. И на следующем проигрывании, на следующем обыгрывочном концерте проверяете это. Вот и все. Чудес не бывает. Читаем дальше. Когда-то чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сказал, шахматы это моя жизнь, но моя жизнь не только шахматы. Чем вы живете, кроме музыки? Чем я живу, кроме музыки? Я живу своей семьей. Я интересуюсь Формулой 1. Я очень люблю и интересуюсь историей часов, создания часов. Я интересуюсь архитектурой и современными технологиями в этой же самой архитектуре. Ну вот, я интересуюсь машинами. Я очень люблю и многое о них знаю. Баян Шоу. Здравствуйте, Юрий, с Новым годом и Рождеством Христовым. Выходит, написано. А, выходите в эфир чаще. Интересно слушать о вашей творческой деятельности. Большое спасибо вам, Баян Шоу. Если бы я еще знал, как вас зовут, смог бы лично вас поблагодарить и назвать вас по имени. Алиф Арт. Да, есть пособие о преодолении в киоске малого зала МГК. Я так полагаю, что это речь идет о преодолении волнения. Ну, будет интересно, если я зайду как-то еще в малый зал МГК, с удовольствием посмотрю в этом киоске. Любопытно. Любопытно. Кстати, хочу вам сказать, Алиф Арт, что ваши посты с видео в Инстаграме я смотрю. Вы выбираете очень интересные ракурсы на концертах. И спасибо, что вы делаете именно видео. Потому что иногда бывает, что нет времени или нет возможности поприсутствовать на этих интересных концертах. А вы вот присутствуете. Спасибо большое. Саша Ростова поаплодировал. Большое спасибо. Так, идем дальше. Еще раз Алиф Арт. Спасибо, Юрий. Приятно и познавательно для начинающих музыкантов слушать эфир. Ну, видите, вы раскрыли секрет, что вы, оказывается, начинающий музыкант. Что ж, приятно, спасибо. Чем смогу, помогу. Задавайте еще вопросы более конкретные. Я буду рад ответить. Регина Штеймин. Из актерских пособий главы тоже норм про работу над собой. Ну, работа над собой – это такой вопрос, тут об этом читать не надо. Работать над собой нужно просто всегда. Если вы знаете, в каком направлении работать, то замечательно. Если вы не знаете, в каком направлении работать над собой, то срочно сходите к вашему педагогу, к вашему наставнику, к вашим наставникам и спросите. А лучше спросите несколько мнений сразу, над чем вам работать. И продолжайте работать над собой. Для того, чтобы это делать, не нужен никакой стимул и не нужны никакие дополнительные вещи. Просто нужно большое-большое желание и работать. Так, интернет совсем не ловит. Как можно запись посмотреть? Ну, в том же самом интернете, тогда, когда он поймается. Читаю, читаю, читаю. Очень интересно и познавательно. А вы спортом занимаетесь? Ну, вот спортом я, честно говоря, не занимаюсь. Но иногда бывает приятно какой-нибудь кардио сделать, покачаться немножко. Но это нельзя назвать спортом. Алиф, арт? Нет, я на пенсии. Спасибо, извините, не знал. Но это тоже бывает, знаете. Либо начинающий музыкант, либо на пенсии. А бывает третий вариант – начинающий музыкант на пенсии. Как говорится, никогда не поздно. У меня однажды в Германии, когда я поехал на гастроли, у меня появился такой, ну, появился, конечно, в кавычках, такой ученик на скрипке. Ему было 92 года. И он сказал, я всю жизнь мечтал научиться играть на скрипке, вот и побывал на вашем концерте. И теперь понял, что вы будете моим педагогом. А мне было тогда 14 лет. Я сказал, ну что ж, замечательно. Нам на двоих уже больше ста, поэтому самое-самое оно. Вот, несколько уроков я ему дал. Не знаю, честно говоря, как сложилась его концертная судьба. Читаю дальше. Здравствуйте, Юрий. Можете рассказать немного о вашей стажировке по дирижированию, сколько длилось и возможно ли народнику управлять симфоническим оркестром. Что вы имеете в виду под словом стажировка? Вообще-то я закончил аспирантуру музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова, Юрия Ивановича Симонова. Учился также один год у Владимира Понькина. Стажировался еще у Сергея Ивановича Скрипки в Академии Гнесиных. И также был на кое-каких мастер-классах, ну даже не на кое-каких, а на серьезных мастер-классах, в частности у Курта Мазура, который потом оказалось, что это был последний мастер-класс в его жизни, потому что через некоторое время после этого мастер-класса он скончался. Ну, штука не в том, что он скончался прямо после мастер-класса, вы же понимаете, просто так сложилось. Читаем дальше. Где и у кого вы учились, какая у вас была первая специальность? Ну, об этом где и у кого, чтобы сейчас не занимать эфир, вы можете почитать. Кстати, совсем недавно наткнулся на статью в Википедии, оказывается, теперь уже и обо мне написаны в Википедии, что приятно. И там на самом деле все правильно написано, у кого я учился и когда, и где. А первая специальность была баян. Мне в год и 8 месяцев дали в руки баян, мой папа и моя мама, потому что мой папа баянист, и решили, что, в общем, нечего играть деревянными игрушками в детстве, а лучше поиграть на баяне. Вот, так я и стал баянистом. Ну, у меня интересная судьба в смысле детства, потому что уже в 3 года мне дали в руки микрофон, я пел разные песенки, типа «На деревню деду», «На недельку до второго я уеду в Комарова», «Пропала собака, живущая в нашем дворе» и так далее. И выходил на сцену уже как эстрадный певец. Мне было 3 года. Вот, ну, потом уже появилась и скрипка, и много чего другого. Поэтому, ну, детство – это интересно. Читаю. Синявский, 85. Юрий, проект «Синяя птица» будет весной, а, будет весной, как в прошлом году «Последний богатырь». Вы знаете, не знаю, информации пока что нет. Если она вдруг будет, то, конечно, я об этом узнаю, я думаю, что один из первых. Но как только узнаю об этом я, соответственно, сообщу об этом и вам. Так что будем надеяться. Будем надеяться. Я думаю, что высказать надежду, что она будет, я могу. Но уверенности и точной информации у меня нет и пока что быть не может. Спасибо. Кто ваш любимый композитор или композиторы? Вопрос страшно интересный. У меня несколько любимых композиторов. И год от года либо уверенность в фамилиях укрепляется, либо добавляются еще и новые. Мне очень нравится, очень импонирует. Я очень люблю Сезара Франко, французского композитора конца 19 века. И очень люблю, опять-таки, французского композитора Оливье Мессиано. Это уже композитор 20 века. Обожаю музыку, обожаю гармонию и первого, и второго композиторов. И считаю, что, ну, скорее, это очень недооцененные композиторы в истории музыки, к сожалению. Но думаю, что еще придет их пора, и придет их время, и придет именно больше интерес к их музыке, потому что это потрясающие композиторы, потрясающая музыка. И что Сезар Франк, что Оливье Мессиано, конечно же, сделали революцию. Каждый из них сделал революцию. Читаем дальше. Да, здравствуйте, Татьяна. Украина 6, 8, 14. Здравствуйте, рад вас видеть. Шамиль пишет. Добрый вечер, очень приятно вас слушать, как смотрите на синтез классики и не очень классических инструментов. У меня есть опыт работы с классическими составами и даже участия в опере. Здорово, я рад, интересно. Я люблю всевозможные сочетания. Сочетание того, что на первый взгляд, конечно, мало сочетается. Но это действительно здорово, потому что то, что сейчас называется громким словом кроссовер, было на самом деле во все времена и практически во все века. Через вот такой вот кроссовер, в принципе, и появилась популярная музыка. Это те же самые вальсы штраусов, я имею в виду обоих штраусов и, в принципе, популярная музыка и кальман. В то время, я имею в виду кальман, как его называют, имре кальман, но вообще по-венгерски считается, что ударение должно быть на кальман. Очень многие музыканты и судьбы очень многих музыкантов, конечно, сложились именно благодаря вот такому сочетанию классики и популярной музыки, и не совсем классических инструментов, и не совсем классической музыки. Я думаю, что, слушая мои диски, вы тоже поймете, что это я очень люблю и к этому очень-очень здорово отношусь. Дай бог, года через два, если все сложится хорошо и удачно, сделаем так, чтобы как раз вы участвовали, Шамиль, вы участвовали в опере. Постараемся сделать так, чтобы и опера через два года тоже была популярной. Но пока об этом проекте будем молчать. Будет возможность, это все сделаем. Ильнас Дудкин, ждем в вашем исполнении симфонии Сезара Франка. Большое спасибо, буду очень-очень надеяться, что это произойдет в самое ближайшее время. Музыку обожаю, но именно по той же самой причине, потому что я ее обожаю и знаю тысячи уже исполнений, и, конечно, у меня внутри уже есть свое какое-то представление об этой музыке. Очень ответственно будет сыграть ее, и это должен быть очень хороший оркестр для того, чтобы передать то, что я чувствую внутри, и как раз для публики, и на публику. Запись обещаю сделать, как только это произойдет. Кого уважаете, скажем так, из баянных классиков? Хороший вопрос, а кто такие баянные классики? Вы имеете в виду кого? Первого баяниста, который сыграл концерт, его фамилия Гвоздев, если я не ошибаюсь, в 1900-м каком-то 19-м году, если к этим классикам, то я не знаю, никогда не слышал. Федор Берека, здравствуйте! Конечно же, здравствуйте! Идем дальше. Баян Шоу задает вопрос. Вы ведь из Донецкой области, насколько я знаю, как так случилось, что ваша семья переехала на Россию? Ну, на Россию мы не переезжали, мы переезжали в Россию. Вот единственное, что, как это раньше говорили, вы живете на Украине или в Украине? Вот я всегда говорил, что я живу на Украине. Я не знал, что, оказывается, теперь живут на России. Так получилось, потому что нужно было дальше развиваться, нужно было учить меня, нужно было... Просто была нужда в хороших педагогах, которые невозможно было найти в тот момент в Донецке. И нужно было учиться дальше, поэтому мои замечательные родители приняли решение перевезти меня и переехать сначала в Петербург, но уже потом в Россию. Если хотите, если будет это интересно, я могу от первого лица потом рассказать о всех этих переездах, потому что переездов было много, и необходимость в них тоже была большая. Много интересного. Напишите, если захотите, я могу потом рассказать. Так, время поджимает, у нас осталось уже 5 минуточек. Читаю еще несколько вопросов. Да, мне посчастливилось побывать у вас на временах танго, было очень интересно, но, конечно же, в интернете есть почти все. Да, конечно же, в интернете есть почти все, но в интернете, как правило, довольно плохой звук. Вот что. Конечно, записи наших концертов есть, и с этой программой тоже, но, скажем так, пока эталонная запись, это та, которая вышла на мелодии, уже на компакт-диске. И по качеству исполнения, по качеству звука эта запись лучшая, поэтому, как говорится, пользуйтесь, пожалуйста, лучшим. И это будет здорово. Федор Берека пишет. С задоволением послухали-то и почитали разумных людей-то побегли на летак. До зустречи. До зустречи, Федор Федорович. До зустречи. Еще один вопрос. Неправильно сформулировал. Кого из советских исполнителей на баяне уважаете и любите? Спасибо большое за уточнение. Но я не могу, поскольку я ученик Вячеслава Анатольевича Семенова, и надеюсь, что его как-то продолжатель, если можно так сказать, продолжатель его традиций и продолжатель его школы, и я это делаю абсолютно по убеждениям, по большим убеждениям. Поэтому, конечно же, я не могу не уважать и не любить то, что делает мой педагог, но также я не могу говорить и высказывать какие-то отрицательные мнения относительно других классиков советских, хотя и не могу сказать, что очень люблю то, что они делают, и то, как они играют. Знаете, здесь нужно быть демократичным и нужно быть толерантным по отношению к тем людям, которые сделали в свое время революцию. Если вы имеете в виду Фридриха Робертовича Липса, который действительно привлек очень большое внимание к баяну, в свое время, исполняя много классических произведений, то я с большим, с огромным уважением отношусь к тому, что он делает. Это действительно великий человек, и многие баянисты обязаны им, обязаны ему и его деятельности в принципе за то, что мы играем академическую классику на нашем инструменте, который в разных странах считается далеко не классическим. Но я думаю, что не имеет смысла сейчас оценивать уровень исполнительства тех или иных людей, потому что сейчас уже исполнительство на баяне шагнуло далеко вперед, и очень много виртуозов, которые играют на баянах не просто быстро, не просто качественно, но очень грамотно. Поэтому, скажем так, из классических, из советских исполнителей, ну, наверное, скорее я отдаю должное и их деятельности, их деятельности, их, скажем так, революции, которые каждый из них на тот момент совершал. Очень много завоеваний, очень много положительных вещей сделал и Вячеслав Анатольевич Семенов для баяна. Может быть, они не настолько заметны, как деятельность Липса. Поверьте, очень много французских аккордеонистов, баянистов сделали тоже очень многое для баяна, но мы о них либо мало знаем, либо не очень информированы. В Финляндии очень большое значение имеют баяны до сих пор. Там это государственное субсидирование на развитие этого инструмента. Поэтому очень много интересного, очень много любопытного. Мы можем также этому посвятить какой-нибудь прямой эфир. Если это интересно, пожалуйста, напишите мне. Хорошую музыку надо слушать в хорошем качестве. Успехов. Спасибо большое, Шамиль. Благодарю. Совершенно с вами согласен. Жду ТВ-версию концерта «Верую». Да, я тоже его жду. Концерт «Верую» — это концерт с Николаем Басковым. Он выйдет на Пасху в апреле на канале «Россия». Так, наверное, уже с этого момента нам нужно будет закругляться и переносить все на следующий прямой эфир. Есть еще вопросы. Я их озвучу. Михаил Игнатьев задает вопрос. «Расскажите, пожалуйста, как вы боретесь со сценическим волнением и как настраиваете себя на выступление?» Ну, я этому посвятил целых 10 минут своего прямого эфира вначале. Вы можете посмотреть потом, Игнат. Ой, Михаил, извините. Михаил. И послушать. Что вы скажете о творческе Виктора Романько, замечательный баянист, скажу подробнее попозже. И да, конечно, очень интересно. К чему именно относится ваш комментарий, скажите? Что ж, большое спасибо за ваши вопросы. Действительно, уже будем закругляться, потому что уже вечер на дворе. Мне очень приятно было пообщаться с вами. Надеюсь, что и вам тоже. Я оставляю этот прямой эфир в историях. Как это тут называется? В общем, он будет сохранен. Вы всегда сможете его посмотреть или пересмотреть, если что-то вы не успели. По результатам сегодняшнего прямого эфира, мне очень приятно были и очень активным был Ильнас Дудкин. И поэтому приглашение Ильнас уходит вам на 7 февраля на Кармину Бурану. Два билета. Поздравляю вас. Напишите мне, пожалуйста, личные сообщения и разберемся, как эти приглашения вам передать, если вы живете в Москве. Если нет, можете поделиться с каким-нибудь добрым человеком и с хорошим человеком, который посмотрит и послушает хороший спектакль. «Спасибо». Вот пишут «До свидания» пригласительные. «Спасибо». Ильнас, спасибо, что вы прочитали. Большое спасибо еще раз. Следите в сторис. Следите за... Да, вижу, Татьяна Ковыч. Спасибо и вам. Остаемся на связи тогда. Спасибо большое. Всего вам доброго и хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok